что ты больше всего ценишь человеке принципе позитивный настрой чувство юмора честность и открытость такой в некой степени повезло мне на самом деле находите на таких открытых и позитивных добрых людей которые переживают за своих друзей и просто знакомых и которые делятся своим настроением могут что-то рассказать интересное и могут поделиться отдельным советом когда это надо что-то сам хочешь рассказать о себе людям без всяких вопросов что я хочу рассказать в принципе открытый человек позитивный люблю танцевать петь музыка вообще думаю один из главных факторов моей жизни всегда еду куда-то настраиваясь на игру за счет музыки много раз говорю музыки пытаясь искать новую музыку и музыка иногда задать настроение помогает тяжелые времена и поддерживает хорошее настроение когда у меня все хорошо мое любимое что было это кэпсы кэпсы школу пришел с кэпсами я ходил по я заход я ходил по вот этим как раз магазинчиком киоском искал кэпсы чтобы мама не купила новый кэпс который был всем интересен школе что потом на него поставить и выиграть у всех своих кэпсы у меня сейчас дома у родителей где-то вот таких принялся вот большие которые вот две забитые кэпсы из них там моих мне кажется только десять все становится все выигранное почему у тебя нет пермского акцента потому что я коренной санкт-петербуржица или не могу разговаривать как пермики хотя конечно пародировать акцент меня получалось особенно когда реальные пацаны вышли но так то нет лучше не надо твое главное достижение в жизни скажу на данный момент пока я думаю сделать просто так чтобы мои родители гордились мной потому что видел их реакции получается сбор игры мои за сборной да и в принципе игра за анкар как они переживают как они за меня болеют и то что они видны что я смогу добиться того что я хотел именно стать персональным футболистом и ведь как они снова это переживают и радуются для меня думаю это пока самое главное достижение в моей жизни родители меня оберегали максимально как они могли и мама помогала почти почти во всем потому что она понятное дело меня очень сильно любила и оберегала но понятное дело из-за футбола и из-за того что надо было сам добираться само ездить со школы получается на тренировке и заниматься этими вопросами уже появилась какую-то самостоятельность и конечно же для моего такого восстановления и получается такого развития и самостоятельности помогло поехать по это когда я уехал в пень 18 лет мне было и первый раз когда получается вот я жил один и и ну начале жил понятное дело с другими приезжими из питера мы снимали вторую квартиру но в принципе же все равно это был момент в котором как бы не было мамы кто уберет нам за тобой комнату или там приготовить что-нибудь поесть это надо было уже делать все самому мама заставляла вначале меня убираться дома постоянно говорит что ты это раскидал так так а в пельме уже приходилось сам понимать то что надо как бы реально приводить в порядок и быть более аккуратным и пылесосить не знаю из какого-то фига и мыть посуду полюбил я расскажу секрет как быть таким же стильным как ты так расскажу секрет как быть таким же стильным как ты в принципе думаю секрет такого нет я особо даже не понимаю как не так вышло просто находил что мне нравилось и получается независимо даже какой-то бренд или не бренд стоит это много денег или нет просто смотрелось как нравится мне или нет как момента смысл сочетается и я думаю у каждого какой-то на самом деле есть в стиле если ему нравится эта одежда и он думает что он не выглядит хорошо то стесняйтесь не стесняйтесь берите и пробуйте что-то может быть у вас что-то выйдет интересное ну понятное дело тоже в социальных сетях вижу как там некоторые люди одеваются и тоже могу что-то там подметить будущее ну самый легкий вариант конечно иметь кучу бабла и покупать все что вы хотите и тогда вопросов не будет какой самый необычный способ познакомиться с девушкой ты использовал ну как раз получится то как я познакомился со своей сейчас девушкой потому что я-то познакомился с ней я тем что я пришел ее знакомить с другим человеком потому что позвонила наша общая подруга и она сказала ты где я говорю я в центре на немском говорит приезжаем будем знакомить мою подругу с одним молодым человеком я говорю разбавишь компанию говорю давай конечно ну и вот получается так мы познакомились и теперь-то мы вместе я добился своего увлечением еще понятно были в роду планы такие экстремальные у нас в команде либо получается без бесплатно как-нибудь проскочить в кино на сеансы потому что у нас был это станции метро как раз этот активический кинотеатр и в принципе там только был один охранник который точнее проходила но женщина и которая запускала и она что-то на самом деле очень часто уходила и там еще были такие колонны за которые не видно если проходил залу нет и раза два да я тоже присутствовал этих рейдах бесплатного просмотра что самое обидное тебе говорил тренер это долго я не помню точно что мне сказал мой детский тренер или владимирович лебедев здравствуйте потому что помню что я как-то обиделся а но именно ничего обидно такого не сказал просто сказал то что я в последнее время типа да чё да чувствую что я как будто звезда начал играть спустя рукава сейчас я одену кожаные стоны буду сидеть на лавке протирать в тот момент это было как раз обидно потому что понятное дело всегда играл в стартовом составе в голосовом капитаном команды и в тот момент видно какой-то был период показалось что я уже не так серьезно отношусь вообще ко всем этим делам тренировкам и вот так вот он решил как бы в принципе как мотивации чтобы я дальше продолжал сильно работать вот так вот меня наказать но второе место гаджуна стимич гаджиев когда он мне сказал что я балбес фокусник что ты делаешь ты уверен в себя в жизни по жизни всегда я был уверен в себя хотя по идее в плане то что я был очень застенчив и скромен особенно с новыми людьми и принципе всегда был закрыт в этом плане со своими людьми понятно чувствую себя в своей тарелке и всегда как бы был на хорошей волне на поле я все равно это для меня чисто тоже другая прерогатива и именно по-другому там все ощущаю в любом случае как бы на поле и за полем я считать можно сказать два разных человека основное понятное дело было просто выйти погонять мячик там основное кто-то всегда кричал мне потому что как раз я был одним из тех кого был мяч и так что мое присутствие было и как получается необходимо и просто кричали брайан выходи брал мяч выходили играли в ворота особо придумывали на месте либо из языков либо просто забор и как раз потом эти заборы убивая мячи просто в клочья и просто гоняли как могли кто кто хотел там и все получается до самого момента пока мама не закричите давай пора домой там это самый глупый вопрос который тебе задавали журналисты даже не знаю может мне пока посчастливилось мне глупых не задавали прям таких особенно видел интервью всяких разных людей иногда она удивлялась настолько можно глупые реально вопросы задавать которые уже мне кажется очевидно или на них по тысячи раз этот человек отвечал в принципе пока думаю впереди меня еще ждет мой самый глупый вопрос сколько в москве стоит билет на метро хороший вопрос пока я на самом деле не знаю потому что на метро еще с возвращение ездил раньше было дело до катались на метро помню еще во время нас дешора к мы ездили там на турнире надо там нам было через метро попасть быстрее на вокзал в принципе с того времени именно в московском метро не было питерском катаюсь регулярно и сколько стоит даже сейчас сам не знаю потому что прикладываю телефончик к первому турникету и прохожу в одном из интервью ты сказал что ты не любишь москву еще не поздно полюбить и что для этого надо сделать ну да я такое говорил потому что как не любить тому что я приезжал сюда только для того чтобы вот получается играть игру у меня было только учиться в москву видел автобусы поехал на евро и гостиницу и европорт все ну сейчас понятное дело у меня есть время и в принципе друзья которые у меня уже тут живут уже показали мне какие-то интересные места и мне на самом деле понравилось и думаю у меня это конечно же шанс любом случае этот город может себя влюбить а салуги не тем более постоянно горит на что-то лучше город на земле столица мира так что свой тем пиаром возможно в конечном итоге да много у меня есть друзья которые даже успеть или любит москву не любит питер есть но хотя не так много в одну группу парочку есть люди которые дали выпить не будет москву есть который любит оба города и в принципе нравится этот этот и как раз они по идее два города каждый может найти что-то в нем свое питер любит его романтизм как раз и непредсказуемую погоду вечно не дожди и все равно в любом случае я думаю что-то свое смогу найти здесь и в принципе думаю каждый человек может найти что-то именно свое и но пока по первым ощущениям уже сейчас как так именно переехал и пока так положительно и в принципе я могу найти на то что уже и этот город для меня возможно станет ближе и уже приблизиться к питеру в этом плане какой станет ты хочешь больше все побывать япония я хочу побывать японии мне нравится принципе японская культура она мне интересно как они считают свои традиции да в принципе вся эта мистика к японии и на и мне нравится смотреть их аниме хотя их смотрел немного только штуки две-три и список которыми советовали там уже штук 15-20 времени конечно понятно нет посмотрел пока две-три там и в принципе понравилось поэтому хочется увидеть станцию шибуи ну и да из-за этого как бы япония думаю из тех стран которых я не бывал больше я хочу бы идеальное место для жизни после карьеры если честно пока особо не решил в этом плане потому что понятное дело вариантов много главе таких прокручу сценарий пляж там и домик на берегу моря что можно было выйти там песочек сидела в принципе вроде бы как привык я уже именно находиться в городе именно что друзья были рядом знакомые какие-то и родственники и в принципе на понятное дело и сидеть и будет надо же все-таки школу отводить все дело тоже надо сполучать это питер родной город и первоначально как бы первое время на голове всегда был он европа тоже как-то привлекала и такие города на париж и там вена что они такие сделаны в таком стиле там там приятно находиться красиво исторически конечно города и мне кажется я там бы смогу как раз писаться и в принципе вот этот приветливость какая-то европейская это тоже не импонирует три твои главных футбольных качества искал бы то что скорость неплохая хороший пас в детстве была хорошая игра головой куда-то она пропала мне в принципе осталось на неплохом уровне раньше было вообще на запредельном ну и как раз вместо это думает тактическая грамотность которую привел еще детский тренер у нас уже тогда были теории и с тех пор как бы тактики теории он уже проводил и это на самом деле очень сильно помогло в дальнейшем как сделать так чтобы на каждый матч рпл собирались полные трибуны разрешились продавать пиво это уже какой раз он говорил вот кубок конфедерации пиво продавали чемпионат мира пиво продавали полный стадион и все все ясно вот просто перед вами все но есть кто захочет на дебошить и как говорится накидаться нормально все это сделать до игры а так на зато всем будет как раз атмосфернее и веселее проводить время на матчах и нам будут приходить это ну а так на самом деле есть по серьезному говорить то просто думаю привлечение со стороны клубов и понятное дело результата команды это скорее всего все зависит потому что команда хорошо идет люди будут ходить на стадиону и если хорошо работают куб с моими болельщиками тоже на это интересно и они чувствуют какую-то связь и из-за этого приходит на стадиону больше тебе интересно видеть повторы своих матчей по телеку в принципе по телевизору я очень мало ежеменно матч в которых мы принимали участие или я принимал участие очень редко удается посмотреть в любом случае после игр есть такая программа инстат индекс я думаю все про нее очень хорошо знает и посчастливилось мне сделал один из моих лучших партнеров так что мне приходит получается инстата и вместе с ними видео нарезки моментов моих и просто целиком матч и получается смотрю свои нарезки сам для какого-то самоанализа получается хотя все но знаю что в предыдущем будет еще и теория и нам скорее всего эти моменты все покажется и в принципе общекомандные именно целиком матче вот по телевизору бывает когда попадает смотрю но очень редко а так вот именно свои нарезки вот именно с инстатов и в принципе теория мне кажется это уже вполне достаточно самого для какого-то анализа своей игры команд как сыграл просыпался я 8 7 чтобы снять записать на видеокассете видеокассета еще это было время такое записать на видеокассете как пары мтв этих могучих рейнджеров перед школой что получается я записывал получается все омывался завтракал ехал приходил домой брал эту кассету включала смотрела то что я пропускал могучих рейнджеров на них это сильно потел как мы смотрели всякие эти мультики аладдина чек-паук там путины истории чего еще было бэтмена ну вот такой всего то что вот на из теста показывали там люди черного все эти мультики просто на продлёнке получается мне что у меня получать тренировки были вечером а скопа и время между этими делами я бы вот на продлёнке смотрел все эти мультики делал на мощь задания видел тренировки прикрыл на вами уже не надо что делать все сделано и в таком как раз режиме и это было да там много друзей как бы было в этом плане и вот это время провести все смотреть мультики это было прикольно естественно ты часто врешь раньше это был на самом деле очень часто особенно в школьные времена я это потом вспомнил заметил в принципе это так не часто но это такая ложь непринужденные легкая назови пять книг которые должен прочитать каждый как там все сейчас говорят я слышал слышал но не читал тонко искусство пофигизма я как бы буду честен да мог сейчас изобразить то что я прочитал все знаю а потом что мне отец советовал сам читал богатый папа бедный папа в принципе рассказывает как раз финансовых ситуациях и как бы грамотно вообще пользоваться своими деньгами в принципе что я последний только читал какие автобиографии в принципе могут быть они кому-то будет интересны и могут что-то из них кто-то может исчерпать но и не знаю что личное дело канзова смог назойтите вам две только при сожалению нет с какими животным ты себя ассоциируешь скорее всего с кошкой с котом потому что они такие иногда бывают сами по себе в плюс ленивые очень много спят это мне кажется хотя спать бы я хотел побольше в этом плане мы с ними схожи если бы идова был музыкантом каком стиле бы он играл однозначно раньше бы я бы наверное сказал аренби или хип-хоп но я уверен на сто процентов что я играл бы джаз в стиле франк сенатор по-любому от сто процентов не русскую музыку я раньше слушал часто потому что спина у меня были диски почему-то 50 центр за сентимберлейк не знаю откуда спать герлс это было андрей губин и децел я не понимаю как этот микс вот пятерых и вот это двух соседей нет это все мое было даже было детстве еще родители жил это первые 5 дисков а потом фабрика звезд ты веришь приметы в основном старался как бы в них не верил особенно вспомнился момент когда ты по физподготовке еще в а по легкой атлетике еще в детской школе запретила капитану возвращаться за капитанской повязкой там же сказал плохая примета но получается он вернулся и мы играли сборная северо-запада пути сборной москвы и он вернулся могли 1-0 и он гол забил а он забивал раз в три года в принципе вот он вообще практически не забивал и с тех пор я как бы особо в приметы не верил но все равно есть такие моменты суеверия потому что если например что-то хорошо идет ли какие-то матч хорошо идут и в принципе перед матчем стараясь делать то же самое что делаю предпредыдущим что было если бы тренер выпустил тебя в нападении только одно галый конечно же галый это сто процентов потому что детская школа когда пришел нам президента из шахтера донецк это аэрозащитника я получаю забил как раз в трех играх подряд и он сказал пора выпустить и нападение потому что чувствую что есть голевое чутье и как раз следующих четырех игр в нападении отдал одну голевые забил три гола но почему-то вернулся об одну защиту но в принципе для меня это на самом деле в нападении могу играть потому что сейчас уже понятно хуже чем в детстве потому что в детстве я начинал нападающего и в принципе всегда и забивал и отдал голевые передачи мне это нравилось и просто стал защитник нужно с команды никому было играть защите и получается удачно сыграв я себя привязал к этой позиции навсегда я себя привязал к этой позиции навсегда но в принципе мне она и понравилось то что судьба никто не любит защищаться и никто не ценит такое искусство как говорится мандини вот эти подкаты и вот это все это доработки и реально отрабатывать за всех и нашел некую красоту тоже в игре в защите не только понятное дело в голах финтах и в празднованиях голов потому что из-за этого все детстве любят нападающих все хотят там истань увидел как бы и что работа защитника важна и некую такую красоту не видим не увидим вооруженным глазом и полюбилась позиции за это моя на ней остался и это должность про выступать на нападение бы все назвал барлатели 2 был бы спокойно когда твой ребенок спросит тебя кто был лучший месяц ли роналдо что ты ему ответишь и киев приведешь наверно это самый будет такой тяжелый вопрос потому что восхищаясь этими двумя игроками и посчастливы сыграть против одного и возможно в случае этого как раз и выберу месси потому что я оценил именно на себе на своей шкуре как он реально хорош с мячом как он замечательный футболист кришчан так по телевизору так что в принципе конечно что он машина и это особенно конечно галеодор выше уровня но вместе есть месси вижу радует когда вижу понятно детей на площадках которые реально играют бегают и вот пример как раз который проводит время на улице на самом деле это и дам дружи на своими ровесниками сверстниками и это очень прикольно иногда вижу когда тоже детям просто ходит именно там за парнем который телефон дай мне поиграть с этим телефоном дай мне что-то посмотреть все это что-то смотрит плюс еще сейчас такая популярная тема стала как понятное тело инстаграм и соцсети все уже даже дети о них знают и в принципе все еще очень много смотреть каких-то блогеров на ютубах и реально у них эти люди кумиры и зависимости понятное дело тоже какого контакта они выпускают может быть какой-то хорошее позитивное может это как-то сказаться негативным потому что может быть влияние могут оказать не то и это конечно тоже странно печально если бы я общался был бы ребенком я обсидел бы играл бусонику вечно я бы не ходил был никакой двор я бы больше мне кажется стало либо стримером либо стремился бы стать киберспортсменом дай бог не в доту это было бы то было там бы все ручку спасибо на ручку